Давайте еще вам покажу одну полезную функцию, как документ Excel можно переводить на другие языки. К примеру, вы являетесь экспортером продукции и вам нужно прайс-лист перевести на тот язык, страну которого вы пытаетесь совершить отгрузку. Вот здесь вот у вас ассортимент. Подготовите поле для одного, может для второго языка. Копируете эти все названия. Идете на Google. В Google вот здесь вот находите таблицы. Открывается пустая Google таблица. Здесь нажимаете добавить таблицу. Пустой файл. Сюда, контр вы нажимаете, вставляете скопированные строки. И сейчас будем использовать функцию Google Translate. Пишите равно. Только набирайте первую G, он у вас сразу будет выдергивать вот эту функцию Google Translate. Нажали. Затем обращайтесь, какой текст будете переводить. Вот этот. Пишите точку с запятой. С какого языка будете переводить. Здесь, видите, на русском. Значит, мы в кавычках пишем RU. Закрываем кавычки. Точка запятую. На какой язык будете переводить? Кавычка. Ну, на английский. Аббревиатура английского перевода. Это E-N. E-N. Вот. Это значит английский. Закрываете кавычку и закрываете скобку. Сейчас, когда я нажму кнопку Ввод, то вот это название переведется на английский. Смотрите. Вот, видите, он перевел. Потом становитесь сюда. Делайте активно эту ячейку. И в правом нижнем уголке, когда точка превращается в крестик, двойным кликом нажмете. И у вас все переводы распространятся вниз до окончания строк, заполненных русским названием. Подождем чуть-чуть. Вот он перевел. Теперь можете перевести, допустим, на арабский язык. Я вам для удобства, чтобы вы знали, сделал перевод языка. А их у меня тут, смотрите, сколько. 109 языков перевел. Это тот код, который нужно вставлять в формуле, когда мы вбиваем Google Translate. Обращаю внимание, что вот это вы могли догадаться, что это английский. Ну, что Аз азербайджанский. Но есть языки, которые вы никогда не догадаетесь. Допустим, смотрите, белорусский. Чтобы на белорусский перевести, нужно будет вбить Бе. Бирманский, Май. Я облегчил вам задачу. Под описанием видео я оставлю ссылку на эту табличку, которую вы можете спокойно скачать. И в сообществе я тоже размещу объявления с этими аббревиатурами. Ну и давайте сделаем на арабский язык. Тоже очень интересно. Арабский язык будет у нас ар-арабский. Еще раз повторяем упражнение. Равно Google Translate двойным кликом. Это текст, точка запятой, кавычка, ру, кавычка закрывается, точка запятой, кавычка, ар, кавычка закрывается и скобка закрывается тоже. Вводим. Вот, пожалуйста, у вас перевелся текст на арабский язык. СНД переведет. Вот. Когда мы это все перевели, мы это берем все. Копируем. Переведенные строки. И вставляем созданный перевод. Вот. Все у нас случилось, пожалуйста. Это первый метод. Второй метод более простой, но он работает напрямую. Там нет таблиц. Бывают неудобства, когда вам нужно, может быть, поработать с отдельной ячейкой, перевести ее здесь, сразу вставить. Вот. Ну, давайте покажу, как еще. Копирую. Иду в Google. Но иду вот сюда. Просто на переводчика. С русского на английский. Все. Вот он перевел. Вставлю колонку. Копирую. Вставил. Вот таким образом мы можем легко и просто переводить документ с одного языка на другой. Пожалуйста, пользуйтесь.